Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Мастодонт, и вашему вниманию представляю сразу два боя, оба в режиме 2 на 2, так, первая на карте в пролом, а вторая на карте ошибка бифи, так что обязательно посмотрите и второй бой. Так, играю я за орков, со мной в команде за космодесант играет электро 228 АУФ, наши противники за хаос играет Джо Джо Лапинот, и за имперскую гвардию играет Сириллес, так, что я могу сказать про противников, они играли в команде, то есть в режиме автоподбор, Ну, давайте посмотрим, как они покажут себя в команде, сразу застраивает турель Джо Джо Лапинот, видимо, хочет задефаться от Раша, играет через оружейку Джо Джо Лапинот, Сколько у него? Три отряда культяпок, наверное, культагрены, скорее всего, будут. Так, тактический штаб ставит в тылу Сириллес, тоже через тактический штаб играет, это оружейка гвардейцев, а еще и пехотный штаб ставит. Не застраивает свои турели, так, вышел у меня мег, присоединен к рубакам, засвечивает меня имперец, накинул пост. Я знал бы, что на базе у имперца такое происходит, я бы сюда побежал бы, но я сагрился на турель, думаю, дай-ка я сломаю турель, чтобы парни больше не ставили турели. Отсоединил я рубак, отправляю культяпам, чтобы их повязать близ любой. Мег, ломает турель. Один рубака тут гоняет целый отряд культяпок все. Так, мой союзник сделал штурма випов, и я тоже удивился, как начинает прокачивать свой пост. И прокачался наблюдательный пост, уже фиблова. Отлетаю назад, присоединил к второму паку рубак, и отступаю назад. Мой союзник тут бегает своими штурмовиками. Отступил назад. Так, я начинаю застраиваться генераторами, баннерами, чтобы перейти в Т-3. Дешил не отставать по течу. Так, как затурелился им перец. Решили они вдвоем держать оборону, скорее всего. Тактика у них такая была, наверное. Точно вражь не идут. Прокачал я передний баннер, чтобы одновременно с постом он стрелял и дефал мою базу. Прокачиваю остальные свои точки. Ставлю свалку пушек. Снова прилетел своими штурмовиками мой союзник. Начинает их терять и отлетает. Да, думал, что все так легко будет. Но нет. Он в Т-2. Что же он будет делать? Застраивает храм бога машины. При том, что у него только один генератор. Застраивает второй генератор. А, два генератора. Третий генератор застраивает. Решил через технику сыграть, наверное. Доблестные штурмовики лежат на поле боя. Так, прокачивает энергия клинок. Хаосит. Так, начинает переходить в Т-2. Только-только. Хаосит. Видимо, потратился на культ апок, на гранатометы. На лорда хаоса. Избранный и лорд хаоса. Какой мерзкий лорд хаоса. Какой он ужасный и страшный. Чуть-чуть. Чуть-чуть подвисает. Так, пришел на мою сторону своими штурмовиками. Мой союзник. Ну, смотрите, имперец чем занимается. Он занимается застроем мин. Турелей. Так, перешел я в Т-3. Если вы заметили, я не делаю древних лорков. Застраиваю сварочную и сразу перехожу в Т-4. Я понял, что там парни вообще не собираются атаковать. Хорошая возможность прокачаться на максимум. И сыграть в полную силу. Таким образом, дать возможность противникам. Показать себя во всей красе. Честный бой. Никакого там быстрого теча и атаки. И если такая возможность есть, я всегда стараюсь затянуть игру. Потому что чем дальше идет игра, тем веселее. Тем и мяснее. Застраиваю дополнительные баннеры. Чтобы пополнить популяцию лорков. Прокачиваю я себе хитрые штуковины для мека. Так, мой союзник чем занимается, непонятно. Сделал он себе глайдер буря. Заказывать еще один. Ну, в принципе, уже поздновато для самолетов. Так, очередной прыжок штурмовиков. И сразу обратно улетает. Так, до сих пор в Т-2 имперец. Хотя я уже перешел в Т-4. И прокачиваю себе больше рубак. Это бесплатный спам рубак. А вот хаосит. Сделал себе. Три самолета. И, наверное, будет атаковать кого-то. Да. Все-таки он решил проатаковать. Два глайдера. Ничего не смогут сделать против трех самолетов хаосита. Очень быстро разбирают здания данные самолеты. И очень жирные они. И дорогие, соответственно. Смотрите, как они быстро разбирают самолеты. У него же есть оружейка. Почему он не прокачивает ракетные установки? Отряд у него. Он не прокачивает ракетные установки. Почему? Так. Я запустил бесплатный спам. Это, как минимум, отвлекает противников. Сделал себе бронебойцев. Два пака. Увидел самолеты. Сразу сделал антитех. Начал сразу прокачивать свои баннеры, чтобы эти самолеты не прилетели и не сломали мои баннеры. Так. Есть варпоз. Пока что для древних орков нету ресурсов. Так. Есть первый танк. Лемон Рус. Спертый Лемон Рус. Сразу занял позицию, чтобы встретить самолетов. А рубаки идут на верную смерть. Тут танком я отогнал ХСМов чуть подальше. Они в наглую тут стояли. Вот. Снова расстрелил ХСМов. И он отступает назад. Видите? Невидимые культяпы стоят. Ну и нафиг. Подумал я. Отступлю назад. Так. Вот древние орки. Присоединяем варбосса сразу к древним оркам. Охи босс. Босс. Мы будем идти. Охи босс. Дай. Так. Есть Василиск. Он перцем. Он в Т2. Охи босс. Босс. Засветил моих бронебойцев. Начал расстреливать их. Охи босс. Охи босс. Сука. Охи босс. Есть слишком много. Охи босс. Охи босс. Мы должны идти. Босс. Мы должны идти. Охи босс. Мы все должны смерть. Давайте немного ускорим события. Корки начинают погибать. И вот самолеты хаоситов нападают на мой пост. А я сплю. Вместо того, чтобы направить бронебойцев. Ну, хотя бы подвел танков. Ну, тут бы и баннеры начали встречать, стрелять по самолетам. Разменял один пост на один самолет. В принципе, ни слоха. Равноценный обмен. Ну, если бы я пошел бы через древних орков, сделал бы 1-5 бронебойцев. Союзники, противники бы давно бы уже слились. Так, начинают расстреливать через сейсмоудары в басилиске. Видите, немного по главке задело. И по баннеру. Это очередной сейсмоудар. Чуть не разобрал мне казармы. Отправляю греченов на починку казармы. И баннера. Ремонтирую свой баннер. Потом буду ремонтировать главку. Греченами застраиваю еще баннеры, чтобы встретить самолетов на всякий случай. Так. Я тут сделал бомбовоз. Артиллерия против артиллерии. Почему бы нет? Раз ты по мне настреливаешь, я буду настреливать по тебе. Вот так это работает. Начинаю ломать ему турели. А он пытается ее вычинить. Я, кстати, не видел данную область. Я просто направил на обстрел данной зоны. Так. И снова. Очередной сейсмоудар. Куда он выстрелил. В принципе, ему тоже нифига не видно. Куда он выстрелил. А, по Лемону Русу он выстрелил. По центру рубаки это погибают. Забил у нас свою турель имперец. Вы тоже будут молотить! Мы все будут молотиться подροчесем! Мы все будут молотиться! Мы все будут молотить! Если мы смогли, мы смогли операции Another Day! Так, сделал я нобов Присоединю старшего сварщика к ним Чтобы телепортнуться на вражескую базу Такой был план Сажает тяжелое вооружение Цириллос Так, чем занимается мой союзник? Так, начинает переходить в Т4 Он тоже решил застроиться турелями Так, тяжелое вооружение Начинает расстреливать мой бомбовоз Я отвожу его чуть назад Смотрите Бомбардировщик, мародер От имперца Начинаю обстреливать тяжелое вооружение Попадаю по чуть-чуть Есть бронированный главарин Бомбардировщик, мародер Бомбардировщик, мародер И вот, наконец-то я перепрыгнул Взрываюсь на минах Подрываюсь Застанем Василиск Пытаюсь разобрать сначала первую Василиск Разобрал Ну, я по максимуму дал Возможность им прокачаться Теперь время уже атаки Я начинаю терять своих нобов Отошел немного в тыл Подальше от Турелей От тяжелого вооружения И начинаю ломать Наблюдательный пост Кстати, наблюдательный пост не прокачанный Тут тоже не прокачанный Только две снизу прокачаны До ЛП-2 Так, собираю все свои войска И решаю пойти в атаку Хотел отвлечь войска в центре Чтобы Нобы могли Без проблем разобрать Здание Имперца Также Космодесантник решил Сюда свой десант скинуть Так, мех погиб Остались только нобы Так, по центру Происходит мясо Теряю я своих нобов Второй отряд нобов Теряю варбосса Ну, древние орки еще живы Отступаю назад У меня еще есть танки И хаосит Водушевленную смертью Моих нобов И варбосса Трвется в атаку Пытается Продавить меня Имперец чем занимается? Имперец стоит АФК Я снимаю реликтовую точку Даже уже захватываю Потому что был отвлечен Боем в центре Так, вышел у меня новый варбосс Так, бронебойцы стоят у меня Антитех Проблем с самолетами Разбираюсь Так, я потерял где-то свой один бомбовоз Так, чем я занимаюсь тут Поставил бомбу Врубил сначала неуязвимость Пробежал по максимуму дальше Неплохая бомба залетела Прям среди хаоситов Смотрите Облы все раздамажились Алчищей крови Пытается повязать моих древних орков Ну, уже бронированные главари Сюда бегут Также мех сюда телепортнулся Бронированные главари Неплохо разбираются С демонами В общем, отбросили войска Хаосита назад А тут Перцев веселуха на базе Вечеринка Тут Пикас Мари С десантом С БТРом Носорогом приехали Дредноуты Терминаторы И мои новые Веселятся А по центру Хаосит По центру Хаосит Не может Ответься Потому что Если он Отойдет Тогда я продавлю Держит центр Новые Разобрали Принца демонов О чем я говорю Антидемон В качестве антидемона Можно использовать Бронированный Баварей Также Новые Тоже неплохо Зайдут Так как Демоны Они сражаются В ближнем бою Продолжают Мои новые Генератор За генератором Уничтожать Скидывает Орбитальный удар По главке Космодесантник А центр Я прожимаю Хаосит Дальше Лендрайдер Космаря Помогает мне В этом Непростом Деле Снова Перепрыгнул Ямехом Застанем Осквернитель Продолжают Новые Ломать Генераторы Так Снова Отщищи Крови От Джо Джо Лакенота Теперь Накидываются Уже Рубаки На него Ну Мои же Танки Разбрасывают Моих же Рубак Ну Нафиг Я подумал Отступаю Своим Мехом Пусть Гибнут Рубаки Но только Не Мех Нобы Неплохо Себя Чувствуют На базе Умперца Им весело Вечеринка Удалась Видите Мех Стоит Ну Ну Отщищей Крови Выщет Демон Хорна Просто Пытается Разобрать Бесплатный Спам Рубак Просто Вместо того Чтобы пойти И уничтожить Варбосса Либо Танков Хотя бы Мог бы Танков Не Разобрать И Снова Погибает Высший Демон Тут Погибает Имперец Снова Застанил Очередной Хищник Он Не Может Двигаться Присоединил Теперь Меха К Нобам Которые Были На базе Перцем И Направляю На Врата Машин Потому Что Вижу Что Там Что Делается Направляю Своих Танков Для Уничтожения Врата Машин Так Принц Демонов Очередной Начинаю Уничтожать Гладку Но Танки Орков Стреляют И По Своим Шам Поэтому Я Их Направил На Другую Цель На Храм Хаоса Остальными Орками Начинаю Уничтожать Главку Все Теряет Последнее Здание Орки Хаоситы А Не Орки Наверное Вот Локтем Сломал Мех Главку Давайте Смотреть Сразу Следующий Бой Не Тянуть Время Карта Ошибка Бифи Режим 2 на 2 Играю Я За Таун Со Мной В Команде Тот Электро 228 АУФ Наши Противники За Хаос Играет Джо Джо Лапинот Тот Жем И С ней В Команде Серил Снова Режим Автоподбора Это Кстати Была Первая Игра С ними Потом После Этой Игры Они Снова Создали Игру В Режиме 2 на 2 Только На Карте Пролом И Я Зашел И Следом Также Зашел Электро 228 Потому Что Играли По моему Днем Поэтому Народу Было Мало И Играли Одни И Те Ждица Так Сделал Я Три Пак Невидимок Три Отряда Невидимок Потому Что Точек На Этой Карте Много Чтобы Быстро Их Захватить Застроить Потому Что Обычно Если Тау У вас В Противниках Они Сразу Идут И Не Дают Застроить Тау Точки Которые Находятся Снаружи И Загоняют Тут На Возвышенности Сразу Пытаюсь Собрать Реликтовую Точку На Вражеской Стороне А На Своей Стороне Я Решил Оставить Своему Союзнику Гвардейцу Потому Что Он Имперская Гвардия Карающий Меч Задо И ПП Так Вышел У меня Командир Тау Конечно Ж Я Не Буду Стоять Просто Так Я Буду Сразу Идти Командиром Тау Рашить Накинул Пост Серилас Пытается Застроить Ее Заряжаю Обилку По Строителю И Начинаю Его Выжигать Не Пытается Увести Своего Строителя Потерял Своего Строителя Теперь Начинаю Выжигать Разведчиков Разведчиков Решил Убрать Так На другой Стороне Хаосит Застроил Турель Возь Реликтовой Точки Проблема Для Имперца Как Он Теперь Будет Захватывать Реликтовую Точку Надо Было Ему Быстро Бежать И Застраивать Турель Ну Хотя Хаосит Быстрее Застроить Чем Имперец Но Имперца Турель Помощнее Будет И вот Я Застроился Турель Постами Пытается Застроить Турель Цирилас Снова Я Расстрелял Ему Строителя На Возвышенности Пытается Застроить Почему Он Не Захватывает Своими Разведами Точки Точки На Базе Непонятно Так Имперец Решил Все Таки Захватить Точку Которую Я Оставил Ему Раз Там Не Получилось Пусть Тут Берет Джо Джо Лапинот В принципе Захватывает Точки Но Одну Точку Он Еще Не Захватил Культяпы Стоят АФК Почему Иди Захватить Точку Так Я Расстреливаю Гвардейцев Начал Снайперов Делать Я Решил Расстрелять Снайперов И ХСМ Пришли Помочь Своему Союзнику Отправляю Разведчика В ближний Бой Чтобы Не смогли Они Нормально Стрелять Заходят Они В кавер Ну У меня Огнемет В ближнем Бою Который Выжигает ХСМ Но Начинает Их Реинфорсит Так Снова Делает Снайперов Цириллос Сделал Отряд Космодесантников Почему Не захватывает До сих пор Точки На базе Теряет Мораль Космодесантники Хаоса И Решил Я все-таки Отступить Уже У меня Отряд Воинов Огня У меня Тоже Странный Союзник Так Космодесантники Слишком далеко Зашли Я расстрелял Целый отряд Космодесантников Все-таки Один Отступил Тут до сих пор Пытается Повязать Заряжаю Билку По снайперу И Расстреливаю Снайпером И улетаю На другую сторону Подальше От поста Снова Застраиваются Турелями Цирилл Просто Тратит на это Все ресурсы На другой Стороне Имперец Пока что Не может Прожать Хаосита Прешил я Захватить Левый край Космодесантники Делает Черепок Цирилл Засвечивает Моих Невидимок Расстреливают Черепок Так С тыла Нападают Кутяпы Ну их Встречают Двойные огни В принципе Они больно Настреливают И снова Черепок В Т2 Леон Или нет Так Рапторы Пытаются Повязать Войны Погня Ну слишком Много Войны Погня Тут Три пака По моему Да Три пака Перешел я В Т2 Так Теряет Теряет ШВСМ Джо Джо Лапинод Любители Турели Видите В прошлой катке Они тоже Очень много Ставили Турели Ученики Биг Дога Подзаимствуем Реплику Крестоносца Ну В принципе Зажал я Космаря На базе Он Видите Снова Делает Снайпер В принципе Все правильно Против Тау Так Там Турель Стоит Подсвечивает Моих Невидим Расстрелял Пока я Снял Точку Пытаюсь Захватить Ну Снайперы Расстреляли Мою Невидимку Так Имперец Стоит Что-то Почему-то Слишком Далеко Так Вставит Врата Машин Джоджо Лапинот Ну Хотя бы Джоджо Лапинот Захватил Свои Внешние Точки И Не Дает Имперцу Захватить Реликтовую Точку Уничтожает Турели Фокусирует Огонь На них Командир Командирским Отряном Надо Вязать ХСМ Теперь Можно Расстрелять ХСМ Зря Он Уезжает Может Испугался Осквернителя А я Тут Уже В Магу Застраиваю Посты Космаря Кстати Я Потерял Своего Командира Таун Заказал Нового И Смотрите Он Не захватывает Даже Вторую Точку Я Решил Захватить Своими Невидимками Пытаются ХСМ Помочь Своему Союзнику Без Шансов Так Есть Василиск У Импер Сам Василиск Тоже Обстреливает Базу Космаря Бедного Космаря Который Играет Только На Одной Точке И Вот Наглый Хаус И Подумал Что Так Я Обстреляю Своим Осквернителем Но Не тут То Было У У меня На Страже Стоят Невидимки Я Думал Он Все Отойдет Но Нет Наглый Он Разжирнулся И Снова Стреляет По Моим Войнам Огня Подумал Дай Ко Я Тебе Сломаю Все Уничтожил Я Краба Так Сентинел Прибежал Надо Отвести Немного Назад Сентинел Затанил Крабом Молодец Имперец Ну все Минус Второй Осквернитель Невидимые Культяпы Подсветились Теперь Второй Сентинел Я Захватываю Реликую Точку На базе У Хауси Там Что там Я Перешел В Т3 Играю Через Кау Ну Видите В Предыдущем Сражение В Предыдущем Бою Он Говорил Что Стараюсь Всегда Затянуть Бой Дать Шанс Противникам Чтобы Они Тоже Показали Замечательную Игру Ломаю Пост Хауситу Так По моему Василиск Идет Сражаться В Ближнем Бою Да Да Кто танковать Хочет Василиском Хауситу По моему По моему По моему По моему Последний шанс, какой шанс, нету шанса? Ну я начал тут потихоньку уже, я видел что имперсия там уже прожимает, с этим тоже можно разбираться. Ну вывод, два боя, отвратительная команда, если кто помнит, Джо Джо Лапинот играл со мной на карте Альварус, где мы играли против НН игроков. И просто Джо Джо Лапинота вывез. Ну хотя там Джо Джо Лапинот тоже постоянно спамился, я сам сделал вид, что мы спамим. Противники повелись, тоже в ответ начали спамить и отстали по течу. Ну я тут уже, смотрите, термогенераторы застроил. С обеих сторон и спокойно стою. Захватываю еще точку. И Джо Джо Лапинот теряет все свои здания. Уже комментарии извлечите. Захватываю еще чуть-чуть и отвлечусь. кстати такой забавный момент это была первая игра с данной командой потом когда они создали в пролом второй раз там было написано no town 2 на 2 no town видимо после этого они возненавидели просто раз утал посчитали что она слишком имбовая поэтому я на той той игре взял и горков вот так вот такая игра давайте посмотрим счет я набираю по армии 965 электро 228 набирает 880 джо джо лапинот набирает 210 и цириллос набирает минус 35 убито мною 65 потеряно 16 уничтожено здание 12 потеряно здание 0 электро убито 52 потеряно 50 уничтожено здание 11 потеряно здание 0 чё джо лапинот убито 52 потеряно 86 уничтожено здание 0 потеряно здание 12 и цириллос убито 14 потеряно 31 уничтожено здание 0 потеряно стане 11 топ-1 по ресурсам занимаю я и самый технологичный электро 228 ауф вот такой вот бой спасибо всем за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии всем мира испокойся ребят пока пока